Вы смотрите новости на канале RTVI. Опасность распространения вируса Эболы в США сегодня стала более реальной, чем предполагали ранее. Власти поместили в карантин 75 медиков, которые ухаживали за первым пациентом, скончавшимся от лихорадки в штате Техас. На сегодняшний день в Америке подтверждены три случая заболевания Эболой. Больницы по всей стране меняют протоколы приема больных, а в Далласе все больше людей приходит в приемные скорой помощи, подозревая у себя симптомы лихорадки. Началась ли в США паника? Этот вопрос я задам моему коллеге Евгению Маслову. Он присоединяется ко мне в прямом эфире. Женя, вам слово. Вы знаете, Лиза, я бы не сказал, что Америку охватила паника, но обстановка, признаться, нервозная. Это главная тема сейчас в новостях, и нервозность. Подогревают сообщения о том, что медперсонал, ухаживавший за Томасом Данкиным, скончавшимся от Эболы в техасской больнице, получается, буквально разъехался, как по команде по всей стране. Действительно, как вы уже и сказали, медработников изолировали от публики, им не разрешается покидать свои дома. Буквально несколько часов назад пришло сообщение о том, что один из медработников из Техаса был обнаружен и изолирован на круизном лайнере в Белизе. Признаков заболевания не обнаружено, но его держат в карантине в одной из кают корабля. Эти меры, впрочем, вполне обоснованы, так как инкубационный период занимает 21 день. Напомню, что число погибших от Эболы уже приблизилось в Западной Африке к 4,5 тысячам человек. Почти 9 тысяч зараженных. Случаи заболевания за пределами Африки, помимо Соединенных Штатов, зафиксированы в Германии, Франции, Испании, Норвегии, Великобритании, США. На специальном совещании в Белом доме президент сообщил, что исключает то, что в Соединенных Штатах возможно вспышка эпидемии. Но, тем не менее, он назначает специального человека администрации, который будет курировать ситуацию с Эболой. Что касается крупнейшего мегаполиса США, Нью-Йорка, то здесь случаев заражения не выявлено. Но уже 8 крупных больниц и медицинских центров готовы к приему пациентов с диагнозом Эбола. Об этом сообщил губернатор штата. Мы координируем всю транспортную систему, аэропорты, автостанции, железнодорожные вокзалы, проверяем готовность больниц в ключевых районах города и готовность персонала. Мы регулярно проводим тренировки и практические учения, в том числе на случай, если больной будет обнаружен в вагоне метро. Обсуждается ли сейчас даже такая мера, как временный запрет на перелеты в США и стран Африки, где бушует эпидемия? Это, конечно, было бы крайней меры, хотя и в США многие поддерживают. И даже американский президент этого не исключил. Все теперь будет зависеть от того, какие новости с фронта борьбы с Эболой в США появятся в течение выходных. А между тем, в самой Африке ситуация продолжает оставаться очень сложной. Туда, к берегам Западной Африки, сегодня отправился британский корабль с медперсоналом и оборудованием. Западные страны пытаются эпидемию ликвидировать и изолировать до ее распространения за пределы Либерии, Гвинеи и Сьерра-Леоны. И сегодня Всемирная организация здравоохранения сообщила о прекращении распространения эпидемии в Сенегалии. И это, Лиза, конечно же, обнадеживающая новость. Продолжение следует...